Здравствуйте, друзья! Как и обычно, в это время мы встречаемся с стартапами, с интересным новым молодым бизнесом. Сегодня у нас в гостях совладелец холдинга Activity Aromaco Group, коммерческий директор компании Activity, Алексей Батылин. Привет, Лёша! Татьяна, привет! Расскажи, пожалуйста, чем занимается компания Activity? Компания Activity Group занимается BTL и трейд-маркетингом. Значит, я думаю, что большее число, ну, большее количество наших слушателей очень хорошо себя представляет, что такое BTL, но всё-таки для той части, которая, может быть, не до конца знает, что это такое. Это я. Наверное, расскажу. Значит, в целом существует два вида маркетинга – ATL и BTL. ATL – это всё, что ориентировано на очень широкую целевую аудиторию. То есть это билборды, это СМИ, это вот всё, что… Привлекает внимание максимума. Привлекает внимание максимума, может быть, с небольшой конверсией, но при этом как бы вещает там на всю страну в федеральных масштабах или в каких-то, ну, всё равно достаточно больших. BTL – это тоже очень важный маркетинговый инструмент, немножко недооценённый у нас в стране, но об этом я постараюсь рассказать чуть-чуть позже. Вот. Он ориентирован на общение уже непосредственно с прямой целевой аудиторией. То есть это всё, что связано с местами продаж. То есть, например, это когда вы идёте, ну, какая-нибудь красивая молодая пара идёт по торговому центру, и девушки предлагают примерить очень красивые бриллианты. Это когда вы приходите в магазин, например, сети, там, я не знаю, перекрёсток, кукея, пятёрочка, ну, какое угодно. И дегустируете новый сыр. Да, и дегустируете новый сыр, новый йогурт и так далее. Это когда вы приходите в магазин и, например, хотите купить, ну, какой-нибудь, ну, в том числе тоже йогурт, например, активию, а её на месте не оказывается, и вы берёте то, что стоит на полках. Вот задача бетели трейд-маркетинга – сделать так, чтобы, а, на полках стояло то, что должно стоять, что заказано, как говорится, вот, и чтобы прямая целевая аудитория узнала о преимуществах того или иного продукта. То есть это маркетинг, направленный на прямые продажи, на продажи с полок и так далее. Такой точечный, да? То есть как крючок на удочке. Ты зашёл в магазин, и тебя тут же подцепили, подсекли и тёпленького взяли. Совершенно верно. Но это могут быть не только магазины, это может быть огромное количество учреждений, куда приходят клиенты, вот, и где торгуют в том числе услугами, ну, где предлагают какие-то услуги. Но, в принципе, да, по сути верно. Подожди, то есть это может быть и банк, и какое-нибудь коммерческое образовательное учреждение, да? Да, совершенно верно. Причём, с точки зрения банков, это самый потенциальный для нас, с точки зрения, ну, вот, планов на следующий год, канал сбыта. То есть мы очень любим, очень понимаем, очень уважаем вот эту сферу, вот, и хотим ориентироваться в том числе туда, в следующем году. Слушай, с одной стороны, получается, что у бизнеса компании Activity практически нет границ, да? Это может быть и медицина, ну, всё что угодно, там, материнство и детство. С другой стороны, это же очень такая хитрая система взаимодействия с потребителем, потому что он должен, а, наверное, не понимать, что в этот момент он является участником маркетингового процесса, да? И, б, это всё, ну, как-то должно каким-то образом иметь некоторый масштаб, да? Сколько человек может пройти через один перекрёсток, там, и обратить внимание на твой продукт? Ну, на самом деле... В день. У нас очень большое количество информационного шума, то есть, ну, вот, рекламных сообщений, с которыми мы сталкиваемся каждый день, там, ни для кого не секрет, что это количество, там, за последние 4 года увеличилось, там, в 5-7 раз. Вот, но при этом... Какой вопрос был тогда? Повторите, пожалуйста, такой длинный... Я имею в виду, что, смотри, с одной стороны, это очень интересный бизнес, с другой стороны... Да, границы, да? Да, он требует достаточно, ну, как бы, какого-то серьёзных инструментов реализации, да? Потому что я прихожу в магазин, меня уже всё это достаёт, все эти объявления рекламные, всё, ко мне пристаёт какие-то люди, что-то хотят, чтобы я попробовала. Я пришла купить то-то, 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 у меня дома дети сидят одни, мне надо бежать, возвращаться домой, и чтобы я задержалась у этой стойки с продуктом каким-то, мне неведомым, ко мне нужен какой-то особый подход. В общем, да, вопрос такой, достаточно ёмкий получился, я постараюсь на него ответить как можно короче, потому что, в принципе, так, если бы я отвечал на него подробно, у меня бы, наверное, это взяло часа два. Целая лекция. Да, целая лекция, постараюсь коротко. Значит, часть бетель активности, ну, и вообще маркетинговых активностей должны проходить таким образом, чтобы целевая аудитория не понимала, что происходит. Вот, это, ну, отдельный, такой достаточно тонкий момент, как это всё предусмотреть, как рассчитать, как сделать, как спланировать. Вот, а, ну, очень существенная часть должна, ну, понимать, что происходит, как это выглядит. Вот вы, например, то есть мы к этому отношения не имеем, но когда приходите в Азбуку Вкуса за продуктами, там время от времени предлагают дегустировать какой-нибудь очень вкусный алкоголь. Ну, вот, причём, ну, которого вы до этого не пробовали. Да, но я приезжаю туда за рулём и роняю слюнки. Да, это, конечно, грустный момент. Ну, окей, а если нет, если я пришла пешком, окей. Вот, если вы пришли пешком, вы, а, знаете, что происходит, но вы с удовольствием попробуете вот тот или иной из, там, ну, предлагаемых напитков. Вот, и получите от этого некоторое удовольствие. Более того, если он вам понравится, ну, там, в совокупности с атмосферой, которая в этом магазине будет происходить, ну, которая будет, ну, составлена такими искусственными маркетологами. Создана. Создана, да. Да, то вы, ну, с огромным удовольствием, может быть, ещё и купите предлагаемый продукт. Но часто бывает наоборот. Да, потому что мы говорим о премиум супермаркете сейчас, где премиальный продукт, где действительно это всё красиво представлено. А если я захожу в бюджетный супермаркет, я вижу девушек в каких-то, ну, не всегда странных... И они так как-то это делают, что хочется от них убежать поскорее. Это плохой пример бетель маркетинга. Это, на мой взгляд, пример освоения бюджетов. Это то, как не должен делаться вообще, в принципе, бетель и трейд-маркетинг, ну, в основном. То есть плохие активности, они, а, дискредитируют сам продукт, и, б, дискредитируют там, ну, всех, кто имеет к этому какое-то отношение. Вот, а в вопросе предыдущем, который ты задала, была ещё такая часть про границы, вот, наиболее мне понравившиеся. С точки зрения границ, их для себя придумывают, на мой взгляд, как правило, сами предприниматели и те, кто стоят в главе компания. То есть согласно различным канонам бизнес-школ, есть определённый набор функций, которые должны присутствовать во всех компаниях. То есть это четыре базовые функции, это предприниматель, это администратор, это интегратор, это вот кто-то, кто занимается производством. Вот часть, которая предпринимательская, она, вот это кто-то, кто не обязательно стоит в главе компании, но кто-то, кто обязательно должен в ней находиться. Это человек, который как раз вот говорит, мы идём туда, мы делаем то-то. Идеолог. Ну, это идеолог, это стратег, это, ну, такое достаточно очень важное для компании личность. И вот если у этого человека недостаточно количества кругозора, вот, то бизнес очень часто, ну, в какие-то рамки границ упирается, вот, не идёт на те рынки, на которые, ну, которые мог бы освоить без особого труда. Вот, я очень надеюсь искренне, что в компании Activity Group таких проблем нет. В компании Activity Group ты являешься таким вот идеологом, движком? Ну, на самом деле, так себя хвалить я бы не стал, вот, могу сказать, что в нашей компании ещё присутствует несколько таких человек, вот, кстати, в том числе, с этой точки зрения, у меня очень сильно помогает мой партнёр Руслан Юдашев, который является основателем компании Aromaco, который входит тоже в наш холдинг, вот, и очень часто вот как-то вот наш совместный кругозор позволяет нам открывать какие-то новые горизонты. То есть, некая синергия получается. А кто сейчас является основными вашими клиентами? Ты имеешь в виду компанию Aromaco? Нет, Activity. А, с точки зрения Activity. Да, с BTL. Значит, у нас наши клиенты делятся вот по примерно следующим сегментам. Значит, мы работаем с банковской сферой, с несколькими достаточно крупными, ну, даже не достаточно, а очень крупными банками, вот. Вот, мы работаем с сетевым ритейлом очень активно, то есть напрямую оказываем услуги там очень крупным сетям, вот. И мы, разумеется, работаем с поставщиками вот этого самого сетевого ритейла. Вот это, наверное, клиенты, которые генерят нам 80-90% оборотов компании. Вот, есть ещё прочие клиенты, вот, которые, как правило, даже которым не ходим мы, которые чаще всего приходят к нам сами, вот. Вот, но с ними тоже очень интересно работать, они нас в том числе тоже достаточно часто учат чему-то новому. Это могут быть какие-то, например, маникюрные салоны. Это может быть какая-то очень мелкая розница, то есть там формат эндроггер и так далее. Вот, это могут быть оптичные сети, вот. А с кем интереснее работать, с глобальными клиентами или вот наоборот с такими маленькими частными историями, но, может быть, у них есть какое-то особое отношение, да, какой-то шарм свой? Да, на самом деле интересно работать со всеми, вот, значит, основной интерес работы со всеми компаниями, это вот, представь, что перед тобой огромная тарелка, то есть, вот, например, тебе нравится изучать маркетинг, бизнес, вот что угодно, вот, огромная тарелка такая, большая-большая. И на ней много-много-много-много разных блюд, которые можно попробовать, ну, вот, и запомнить их на вкус. Вот тут то же самое. В каждой компании есть своя идеология, свои бизнес-модели, свои какие-то удачные ходы, и работая с той или иной компанией, удается вот это все… Систематизировать. Да, даже не систематизировать, а отследить, запомнить, зафиксировать в виде каких-то кейсов и потом экстраполировать в другие компании. И, как ни странно, маленькие компании у нас на рынке, если они не являются очень жизнеспособными, и во главе них не стоят какие-нибудь очень гениальные руководители, они не выживают, ну, как правило, то есть, чаще всего. Но, имея дело с вами, я так понимаю, они получают возможность все-таки продлить свою жизнь несколько дольше. Продолжим после новостей, оставайтесь с нами в доле. Это программа «В доле», где мы разговариваем о стартапах и молодом бизнесе. И с нами совладелец холдинга «Активити Аромако Групп», коммерческий директор компании «Активити» Алексей Батылин. Мы говорим о BTL-маркетинге. Компании два года, правильно я понимаю, Активити? Да, совершенно верно. То есть, в общем-то, можно сказать, что это совершенно молодой бизнес, который, с одной стороны, развивается и, наверное, еще имеет какие-то, может быть, болезни роста, а с другой стороны, вы вписались, с точки зрения бизнеса, в достаточно такую, ну, как сказать, во всем мире известную историю. То есть, я так понимаю, что BTL-маркетинг – это та область бизнесов, в которой во всем мире вполне успешно работают десятки тысяч компаний. Есть ли в России какая-то специфика у этого вида деятельности? Да, с удовольствием расскажу про вот эту самую специфику. Значит, в принципе, за предыдущий год, 2012-й, согласно нескольким очень авторитетным рейтинговым агентствам, общий рынок BTL-слуг составил примерно вот учтенный, примерно 80 миллиардов рублей. Ого-го! Ну да, в принципе, немало, что составляет там примерно 2,5-2,6 миллиардов долларов, если я не ошибаюсь. А вот этот вот рынок огромный, большой, значит, примерно на 40% охвачен где-то 37-ю, там, 35-ю, ну, крупными, на самом деле, красивыми, качественными компаниями. Кстати, в основном, пришедшие к нам с Запада. То есть совместные какие-то компании. Это компании, либо прям, ну, приславшие сюда своих менеджеров, нанявшие русских специалистов, маркетологов и обучивших, либо компании какие-то, которые открыли свои представительства. Значит, вот эти 35 компаний примерно 40% рынка охватили, то есть всего. То есть примерно 40% рынка получает качественные бетель-услуги, вот, и вполне себе успешно функционирует. Примерно 60% рынка очень сильно и остро нуждается в качественных бетель-услугах. То есть они тоже ими пользуются, но тут есть такая очень неприятная специфика. То есть существенная часть этого рынка охвачена такими однодневными или небольшими компаниями, которые не умеют на качественном уровне оказывать бетель-услуги. А давай тогда объясним нашему слушателю, что такое качественная бетель-услуга, а что такое провал. Значит, ну, пример некачественной бетель-услуги, в принципе, как бы ты привела вот в самом начале нашего разговора. Это вот когда заходишь в какой-нибудь магазин, там стоит какая-нибудь потрёпанная стойка, за ней стоит какой-нибудь потрёпанный промоутер. То есть, ну, на самом деле, у бетеля очень много инструментов различных, помимо промоутеров, которые стоят. Но при этом, ну, вот один из примеров такой. Вот предлагают какой-то продукт, там стоят, смотрят в пол, непонятно, что делают, непонятно, что рекомендуют. Вот хочется, ну, вот как-то отвернуться и пойти дальше. Вот, если и скушать, там, вот этот вот сырок или что они предлагают, ну, скорее из жалости. Вот, но как-то страшно всё равно. Ну, да. Вот. А качественная бетель-услуга, то есть, их, ну, примеры можно приводить для бесконечности, очень часто мы их не замечаем. Вот. И это и есть критерий качественности. Да, это и есть, в том числе, критерий качественности. Мы просто вот их не замечаем и покупаем что-то. Вот. Но исходя из того, что, ну, можно заметить очень просто и наглядно, значит, у нас в качестве клиента есть одна очень крупная ритейловая сеть, которая, в принципе, даже не российская, пришла к нам там из Германии, название называть, ну, не буду. И вот эта сеть, там работает очень такой, ну, достаточно продвинутый менеджерский состав. Вот. И... Готовый к экспериментам. Да, готовый к экспериментам, не боящийся, то есть, как бы, но применять какую-то зарубежную практику и постоянно вот, ну, в таком, в движении находящийся. Вот. И они, например, вот под какие-то большие праздники любят в своих магазинах организовывать крупные ивенты. То есть, когда приходит огромное количество покупателей, они их правильным образом развлекают, правильно даря, там, достаточно большое количество подарков. Вот. И покупатели еще и радостно после этого... Покупают. Да. Ходят по магазину и докупают что-то, что им еще не подарили. Вот. Ну, мы, кстати, вот делаем достаточно большое количество таких мероприятий. И вот это, на мой взгляд, пример вполне себе удачного бетеля. Вот. Причем это... Ну, то есть, в рамках вот этих мероприятий нужно не просто организовать вот это мероприятие на местах, нужно продумать хороший креативный концепт, чтобы он там качественно лег на праздник. Нужно правильно это мероприятие проанонсировать, то есть, нужно скоординировать активности, там, клиенты и свои собственные, прийти к там некому согласованию. Вот. А потом еще желательно правильно, ну, зафиксировать, посмотреть, какой был от этого финансовый результат. Вот. Это, кстати, ну, на мой взгляд, является достаточно серьезным конкурентом преимуществом нашей компании. Мы вот перед тем, как начинаем креативить, сначала считаем. Вот. А мы достаточно хорошо умеем прогнозировать за счет большого количества изученных кейсов, какие мероприятия принесут, грубо говоря, доход, какие нет. И, кстати, как правило, фактически еще ни разу не ошибались. А скажи, пожалуйста, почему, вот ты говорил, что есть 40% рынка, которые пользуются услугами, ну, таких больших, зарекомендовавших себя компаний, а 60% рынка не могут этим воспользоваться? Почему? Потому что это дорого или у них нет доступа к этим компаниям? Или в чем проблема? Ну, на самом деле, тут скорее дело в российском менталитете. Ну, в таком, который некоторое время назад сформировался, который мы сейчас уже всеми способами стараемся потихонечку побеждать и менять. Я имею в виду, не мы как компания, вообще, в принципе, вот... Мы как бизнес молодой. Да, 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 мы как молодой бизнес. Вот. То есть, в принципе, как бы вот эти 60% рынка, они могут и должны обратиться к какой-нибудь качественной компании, ну, объявить, в конце концов, тендер, там, ну, или что-то такое сделать. Но, к сожалению, очень часто происходит следующим образом. То есть, кто-то в компании имеет возможность заказать бетель-услуги, вот, и вместо того, чтобы обратиться, ну, в крутую какую-то международную компанию, они чуть ли не свою компанию создают. То есть, они обращаются к каким-нибудь родственникам, знакомым, говорят, а, иди сделай бетель-компанию, несложно. Ты же закончил вот филфак Саратовского университета. Что ты не можешь мне придумать план, маркетинговый план? Да, тот родственник говорит, а как это сделать? Он говорит, а я тебя сейчас научу. В общем, как бы вот открываешь там, не знаю, юрлицо, мы тебе деньги переводим, а ты там вот выводишь на работу туда-то и туда-то людей. Вот. Как правило, то есть, такие компании открываются, какое-то время функционируют. При этом, если они функционируют какое-то время, они успевают сделать несколько совершенно отвратительнейших мероприятий, которые-то как раз... Убивают продукт. Да, убивают продукт, убивают авторитет бетеля, в принципе, как там эффективного инструмента. Вот. И, ну, из-за этого очень многие руководители, потому что, ну, 60% это большинство, вот, разубеждаются в эффективности этого инструмента. А как вам, как молодой компании, тогда пришлось вообще доказывать свое право на существование на рынке и свою необходимость для клиента, если действительно существует такое недоверие к данному виду маркетинга? На самом деле, это была прям, ну, одна из наисложнейших задач, которая перед нами стояла. Вот. Могу ответить, что, например, там, на мой взгляд, прибыль – это плата за риски, ну, которая несет тот или иной человек или та или иная компания. Вот. Не понеся определенные риски, ну, невозможно заработать какие-то сопоставимые деньги. Ну, в общем, соответственно, для того, чтобы получить первых крупных клиентов, мы пошли на определенные риски. То есть, как это выглядело? Первой крупной компании, к которой мы пришли, мы говорим, ребята, мы вам можем сделать очень хороший, крутой и качественный бетель. Они говорят, ой, не, ребят, не надо, у нас вот уже там есть... На бетелились уже. Да, на бетелились уже по горло, как бы. Вот у нас там вот есть определенный набор активностей, мы их делаем, вот, всё, не надо. Мы говорим, ребята, ну, вот мы сможем вам обеспечить вот такой-то прирост. Посмотрите, как бы, вот, ну, и показываем там цифры. Вот у вас сейчас там примерно такие продажи, вырастут они примерно на столько-то процентов, прироста там будет такой-то, вот, и он окупит стоимость активности. Ну, и в завершение добавляем, что, ребят, если вот этого эффекта не будет достигнуто, то мы с вас денег не возьмём. Ух ты! Да. Вот, и, в принципе, как бы вот сделали мы несколько таких проектов. Могу сказать, что я рисковал на тот момент фактически всем, что у меня было. А ты брал кредиты какие-то или что? Ну, то есть понятно, что надо было вкладывать свои деньги. Ну, я сначала использовал все личные средства, которые у меня были, в принципе, на момент основания компании их было, ну, какое-то достаточное количество. Вот, потом потратил все эти средства, потом ещё занимал, и, в принципе, перед тем, как компания начала приносить доход, я, ну, успел уйти в очень хороший минус. У меня уже вариантов, кроме как продолжать вот этот проект, не было, потому что в ином случае, работая где-то, я бы это отдавал очень долго. Не было ли вообще каких-нибудь, я не знаю, искушений бросить всё, уехать в Аргентину? Ну, грубо говоря, как вообще ты психически это выдержал? Чем ты держался? Как твоя нервная система это вынесла? Это же очень страшно, когда ты в таком минусе, неизвестно, что будет завтра. Неужели такая вера была в успех? Честно говоря, может быть, я немножко мазохист, но мне почему-то это состояние даже нравится в какой-то степени. Я себя периодически в это состояние, это даже искусственно завожу, может быть, то есть, ну, вот не до крайности, но чтобы было немножко, ну, не в зоне комфорта, потому что вот там, я такой человек, что когда я нахожусь в зоне комфорта, мне ничего не хочется делать, не хочется развиваться, не хочется компанию развивать. Вот я всё время стараюсь куда-то вот из неё выйти и двигаться дальше. Вот то же самое было и там. Ну, и стоит отметить, что у меня есть семья, очень любимая, вот там недавно родился сын, и, в принципе, это тоже очень сильный мотиватор. То есть, когда приходишь домой, на них смотришь, в принципе, как бы соблазнов куда-то уехать нет. А были действительно моменты, когда пришлось вернуть деньги компании? Ну, или в смысле, не взять с них причитающийся вам гонорар? Такого на самом деле не было. Было такое, что нам не платили за наши услуги. Вот. И, в принципе, такое, к сожалению, на рынке происходит до сих пор. Просто в силу непорядочности отдельных участников? Да, и это потом долго, нудно решается в судебных и прочих порядках. Вот. При этом, ну, тоже достаточно сильно вредит бизнесу. То есть, мы должны выплатить зарплаты промо-персоналу, окупить, катить свои издержки. Вот. И, ну, это неприятно, особенно, когда компания молодая. А скажи, пожалуйста, на фоне всех этих крупных конкурентов, серьёзных игроков вот этих 35 компаний, вы не чувствуете себя, как моська перед слоном? В чём тогда ваша сила и преимущества? Ну, я условно сказал 35 компаний. Их, может быть, чуть больше, чуть меньше. Но это вот те, которые я изучал, читал, смотрел. Но это всё равно немалое число конкурентов, учитывая, тем более, тот факт, что у них какой-то там западный уставной капитал и прочее-прочее, финансирование. Да, это очень важный факт. И большой штат. Но мы, кстати, тоже к этому идём. Об этом, может быть, расскажу чуть-чуть поподробнее. Это у нас планы на следующий год. Вот, нет, мы себя, на самом деле, по сравнению с ними чувствуем прекрасно и замечательно. У нас есть некоторые конкурентные преимущества, в принципе, даже перед ними. А вот какие, мы вам расскажем после новостей. Оставайтесь с нами вдоль и на финале. С нами сегодня совладелец холдинга Activity Aramaco Group, коммерческий директор компании Activity Алексей Батылин. Молодой бизнес, BTL Marketing, два года. Но, тем не менее, уже можно обозначить определённые преимущества перед большими компаниями, которые давно на рынке. Какие же они? Вот, ну, первое, это даже не только, не сколько преимущества, а сколько показатель, которым мы очень сильно от них отличаемся. То есть, например, наша компания прирастает примерно 10 раз в год. Ого! Вот, на следующий год у нас запланирован рост в 20 раз. Это, ну, тоже достаточно интересный нюанс, как можно обеспечить подобного рода роста при этом. Ну, вот это как раз вот болезнь роста, про которую ты говорила, как её пережить, вот. Но тьфу-тьфу-тьфу с этим мы справляемся. А это за счёт чего? За счёт привлечения большего количества клиентов или увеличения, там, разных активностей для одного? За счёт чего рост? Да. Вот, но мы как раз не ставим для себя границ, как я говорил, мы осуществляем свою деятельность на разных рынках. То есть, есть компании, которые привязаны только к банковской сфере или только к сетевому ритейлу, или куда-то ещё. Мы никуда не привязаны, мы с удовольствием там экстраполируем опыт из одной сферы в другую, вот, не боимся это применять, экспериментировать и, в принципе, достаточно хорошо по этому себя чувствуем. То есть, мы перед собой не ставим границ, я считаю, что это главный фактор. Вот, значит, потом мы к бетелю подходим не как к набору инструментов, ну, который уже сформирован там на Западе и пришёл к нам, а как к некому институту экспериментального поля. То есть, мы постоянно занимаемся разработкой, внедрением каких-то новых инструментов. То есть, мы как компания делали там какие-то проекты, исследования, которых до нас не делал никто. Например? Ну, с точки зрения исследования, например, мы первые в России исследовали эффективность применения аромамаркетинга в сетевом ритейле. То есть, мы посчитали, каким образом технологии аромамаркетинга увеличивают продажи в каких-то сетевых магазинах. Поясни для наших слушателей, что такое аромамаркетинг вкратце. Аромамаркетинг – это хорошее, замечательное направление маркетинга, достаточно новое. И одна из двух компаний, которая входит в наш холдинг… Аромако. Да, называется Аромако. Это компания, в принципе, как бы пионер вот этого направления в России. То есть, это что? Это воздействие на человека посредством каких-то вкусных запахов? Ну, я бы не стал говорить, что воздействие и по поводу того, что запахи вкусные. Стимуляция его потребительской активности. Да. Это нечто из разряда нейромаркетинга. Нейромаркетинг? Мамочки, уже и так далеко зашли. Да, мы зашли, ну, в этом плане достаточно, как я считаю, далеко. То есть, человек, ну, вот, как ты знаешь, люди по типу восприятия делятся там на аудиалов, визуалов, кинестетиков и так далее. Вот. И, ну, маркетологи достаточно давно стараются воздействовать на все органы чувств человека. Вот. При этом, ну, достаточно давно выяснился интересный нюанс, что когда ты правильно воздействуешь одновременно на несколько органов чувств, у человека складывается гораздо более полная картинка, ну, вот, нежели та, которая, если вот даже, ну, вот представь, что ты аудиал, и тебе музыку хорошую поставить. Да. Вот если к этой музыке добавить еще запах, правильный свет и так далее, то вот твоя картинка... И еще, чтобы оно было такое шершавенькое на ощупь. Да, чтобы еще пощупать, то твоя картинка будет, ну, вот, образ, который вот у тебя... Очень объемный. ...записляет сознание, он будет гораздо более объемным. Вот. И старому маркетингу это очень-очень интересный инструмент. То есть, я вот впервые услышал про него в разрезе одной очень крупной сети заправок, то есть, который, вот, у которой есть мини-маркеты, которые нужно было поднять продажи, ну, вот того, что в этих мини-маркетах продается. А, там и кафешка там есть. Да, и кафешка. Вот. И вот эти сети заправочных станций стали распылять запах свежей выпечки и вот такого кофе, а мы тебе давали такой запах. Да, да. Ну, для меня это было шоком, конечно, что это какой-то искусственный запах. То есть, на самом деле, это не пахнет так реальная выпечка, это пахнет аромат, который маркетологи распыляют в этом сведении. Да, совершенно верно. Это, ну, очень с применением таких совершенно высочайших технологий синтезированный запах. И, то есть, не менее сложной технологией нужно было применить, чтобы этот запах распылить. Нужно было еще привлечь к этому парфюмеров с мировым именем, то есть, это, ну, целая технология. Но, тем не менее, эта штука работает, вот, и работает совершенно фантастическим образом. Так, а какие еще уникальные методы Activity используют в своих маркетинговых технологиях? Ну, как я сказал, мы экспериментируем и придумываем какие-то новые инструменты. Может быть, здесь играет еще роль то, что вы, как небольшая компания, гораздо более, ну, я не знаю, лично ориентированы на клиента, да? Вот, про этот пункт я тоже хотел сказать, но тут даже немножко по-другому получается. То есть, чем больше компания, как правило, тем более, ну, с большим трудом эта компания поворачивается, адаптируется под какие-то тренды рынка, то есть, это огромная махина. У нас, поскольку компания небольшая, но мы очень надеемся это преимущество не потерять, мы над этим работаем, ну, постоянно. 20 человек, да, у вас, что ли? Да, у нас сейчас около 20 человек работает, а мы гибкие. То есть, мы, во-первых, ну, некоторые крупные клиенты, по большому секрету скажу только вам, уважаемые слушатели, к нам пришли, ну, вот, следующим образом. То есть, например, остается два дня до какой-то, ну, масштабной акции, ну, какой-нибудь активности, которую уже запланировано. Два дня? Ну, например, да, два-три дня. Вот, постоянные исполнители по бетелю, какой-нибудь там очень крупную компанию, когда все заказывают, подвели, и они в панике, там, в принципе, свободно бегают уже по потолку, думают, ну, как исправить ситуацию, обращаются к нам. И вы за три дня можете их спасти? Да, у нас бывают прецеденты, вот, когда мы за два-три дня, ну, вот, как-то спасали и вытягивали очень крупную активность, причем делали это достаточно хорошо. Вот, мы стараемся в таком авральном режиме не работать, потому что это, ну, тяжело психологически для всего коллектива. Это, кстати, вот, ну, сразу начинается работа и в ночную смену, и без выходных, и так далее. Но, тем не менее, это наше преимущество, и клиенты к нам приходят в том числе так же. А как вообще вы, ну, вышли на своих первых клиентов, и как они приходят к вам сейчас? Это уже какая-то, я не знаю, там, может, у вас есть социальная сеть маркетологов, может быть, это сарафанное радио, или вы занимаетесь какой-то еще и каким-то промоушеном себя? У нас на следующий год запланированы очень масштабные пиар-активности, мы там начали заниматься социал-медиа, мы начали заниматься раскруткой сразу нескольких сайтов. Но это пока не монетизировалось, и монетизируется, я думаю, что, дай бог, к концу следующего года, а то еще и через один год. Вот, первые клиенты нами были привлечены, ну, вполне себе живым, настоящим, прямым отделом продаж. То есть там, ну, ладно, не секрет, первый клиент пришел по каким-то личным знакомствам и связям. Друзья, как обычно. Ну, да, знакомые, то есть компания, в которой я работал до этого, очень крупный вендор, там, ну, который занимается, там, техникой, климатическим оборудованием и так далее, большая компания на российском рынке, вот, а мои бывшие коллеги из нее ушли работать в большое количество не менее крупных компаний, вот, и они как-то, ну, и откликнулись, и сформировали нам первый пол клиентов. Вот, а все следующие компании, то есть мы как-то сели за столом с нашим отделом продаж, нарисовали список компаний, с которыми бы мы очень хотели работать, и целенаправленно пошли в эти компании. И как вам удалось их на минуточку, ну, как-то повернуть к себе лицом? Ну, на самом деле... Мало ли кто ходит? Сложнее всего повернуть первую компанию, вот, а после того, как первая компания повернулась, нужным местом образовалась, как бы, идиллия, и, ну, началась работа, вот, с этим конкретным кейсом можно уже идти в следующую компанию, смотрите, как мы хорошо работаем, вот, с той более крупной компанией, вот, они очень довольны, вот, можем вам даже отзывы предоставить, вот, и дальше уже как-то проще. Единственное, ну, что мы стараемся делать, это не работать с конкурирующими компаниями. Ага, то есть, если вы работаете, там, с одной компанией, которая производит молочную продукцию, то с другой вы уже не будете иметь дело. Да, ну, или, по крайней мере, организовывать для них аналогичную активность, а тут же, ну, как бы, нужно информацию защищать, которую мы получаем от той или иной компании, она, в принципе, является конфиденциальной, вот, и, ну, много факторов различных. То есть, ну, можно так сказать, честные, маленькие, гибкие, эффективные, инновационные и очень активные, как минимум. Но, в общем, такой спортивный подход у тебя к бизнесу, может быть, это обусловлено тем, что ты в юности до 17 лет, или, там, в общем, до вузов, ты серьезно занимался спортом, и у тебя такая спортивная злость осталась и перенеслась на бизнес. Расскажи вообще, откуда ты такой сделался? Ну, я такой сделался от мамы с папой. Ты москвич? Да, как мы все, да, я москвич. Ну, это уже уникальный случай, понимаешь, москвич, который активно занимается бизнесом и любит экстремальные ситуации, это, на самом деле, нетипично. Слушай, я, на самом деле, даже не знаю, насколько это нетипично, у меня большое количество друзей москвичей, которые, там, с удовольствием занимаются бизнесом и вполне себе успешно, вот. С точки зрения, там, какого-то воспитания, тут, наверное, рано что-то говорить у меня еще как раз, но вот сын не в том возрасте, чтобы я поставил все эксперименты, которые, вот, но запланировал. Нет, ну, твои родители занимались бизнесом? Было с кого брать пример? Нет, мои родители не занимались бизнесом, мои родители, там, являются врачами, вот. А с точки зрения меня, просто даже пытаюсь понять, как оно так получилось, и сам вот до конца я не могу сообразить. То есть, на самом деле, я деньги любил всегда очень, вот. Ну, честно говорю, деньги – это замечательно. И поэтому работать ты начал чуть ли не в девятом классе? Да, работать я начал примерно тогда, вот, ну, потому что на деньги можно что-то купить, вот. Можно, там, не знаю, сходить с девушкой в кафе, если в скольные годы... А как так? Ну, подожди, ну, если ты любишь деньги, не факт же, что их надо зарабатывать? Можно у папы с мамой было попросить? Ну, во-первых, у папы с мамой не было, вот. Вот, это, наверное, такой один из ключевых факторов, заставивший что-то делать, вот. Но при этом очень хотелось, вот. И, ну, я подумал, каким образом можно заработать первые деньги. Сначала я там поработал летом грузчиком, кстати, ну, хорошую сумму достаточно получилась. Вот, потом, к тому моменту я закончил музыкальную школу и вполне себе прилично играл на гитаре, пошёл её преподавать. Вот, этим я, кстати, занимался, ну, достаточно долго, следующие годы четыре. Вот, уже там работая на другой постоянной работе, мне это, ну, приносило огромное удовольствие, в принципе. И неплохой доход. Ну, это потом стало приносить неплохой доход, то есть, изначально доход был смешной. То есть, тут, кстати, так же, как вот в современном бизнесе, в первый раз я там приходил и говорил, что если не будет результата, если вот вы нормально не заиграете на гитаре, как хотите, вот, то денег я с вас брать не буду. Вот, потом подход поменялся. Потом я устроился работать в крупную музыкальную компанию, которая, то есть, там, торговал музыкальными инструментами. Одна из двух самых крупнейших в России была. Вот, и работая там вот изначально продавцом, консультантом музыкальных инструментов, я себе стал подбирать параллельных учеников. Ну, что вы тут говорите, значит, ну, кто побогаче, вот, кто может за это платить. Первый маркетинг, в общем, у тебя случился. Да, первый маркетинг. И я там людям рассказывал, что вот, как бы, я не буду вас сразу учить, там, какой-то нотной грамоте, там, или чему-то, вот, не будете у меня играть гаммы. Вот, вы хотите вот эту песню Чайфа научиться играть, там, или вот эту вот песню Чижа? Ля минор, ре минор, ми минор, ля минор. Да, 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 вот, ну, как-то так. Ну, вот, у меня даже какая-то методика обучения сформировалась, в принципе, как бы, ну, когда-нибудь к этому вернусь. Достаточно интересный был период. Вот, ну, и на самом деле, я думаю, что то, к чему я сейчас пришел, получилось через несколько таких сложных, непростых, но, как ни странно, очевидных, даже в тот момент решений. А вот подробности мы вам расскажем после новостей. Оставайтесь на Финаме в доле. С нами совладелец холдинга Activity Aromaco Group, коммерческий директор компании Activity Алексей Батылин. В общем, рассказываю вам историю, историю человека в бизнесе. Что все-таки заставило тебя принять решение заняться собственным бизнесом? Какие, ты говоришь, несколько каких-то ключевых моментов, которые перевернули сознание? Мне кажется, что сознание было перевернуто вот какое-то, ну, изначально, то есть оно было немножко другое, нежели, ну, большего количества моих друзей. Вот. И, как я уже сказал, я любил деньги и искал всегда какие-то легальные способы их заработать. Ну, вообще, это, конечно, звучит просто совершенно парадоксально. Такой мальчик из интеллигентной семьи московских врачей с классическим совершенно набором, значит, позитивных качеств, как то кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, трехкратный призер Москвы, значит, закончивший музыкальную школу, небось, еще с каким-нибудь отличием по классу гитары. Нет, музыкальную школу я заканчиваю не по классу гитары, а по велончели, по фортепиано, на гитаре сам учился играть. Ничего себе. И при этом мальчик любил деньги. Вот это, конечно, просто совершенно у меня в голове так с трудом укладывается. По-моему, вполне себе комплиментарный такой достаточно набор. Ну, не знаю, мне кажется, что люди, даже которые очень любили деньги в то время, они скорее, там, я не знаю, начинали заниматься какой-то торговлей такой, чуть ли не челночной. Я, честно говоря, пробовал какие-то другие варианты. Чем-то торговать пробовал. В принципе, как бы перед тем, как у меня получился удачный бизнес, это я уже сильно перескочил вперед. У меня, наверное, было порядка десяти различных неудачных проектов. То есть я там пытался открывать автосервис, компанию, которая торгует автозапчастями, вот, и много-много чего еще. Ну, ты закончил финансово-промышленную академию, в принципе, образование у тебя было вполне профильное. А почему десять раз не получалось? Что не складывалось? Значит, во-первых, на мой взгляд, вот есть такой Киосаки, достаточно известный тренер, автор большого количества книг, вот он разработал так называемый квадрант денежного потока. Написал об этом целую книжку огромную, но если коротко, вот суть этого квадранта, как, ну, по крайней мере, я его понял, это то, что человек, ну, в рамках каких-то стадий своего бизнес-развития должен побывать в четырех ипостасях, ну, в трех перед тем, как придет в конечную четвертую. То есть он сначала должен быть наемным сотрудником, потом должен быть фрилансером, вот, потом должен быть собственником бизнеса, а потом только после этого может стать инвестором. В общем, сразу начать свой бизнес... Подожди, это каждый человек сможет, или все-таки нужно иметь определенный набор качеств? Нет, я думаю, что бывают какие-то исключения, вот, но, в принципе, мне кажется, что большая часть людей на это способна. Я говорю к тому, что, на мой взгляд, опять-таки, то есть бывают исключения, сразу начать свой бизнес, не поработав в какой-то другой крупной компании или не получив определенный опыт на фрилансе, то есть он работает только на себя, ну, невозможно составить хороший, большой, грамотный бизнес. То есть нужно какое-то либо феноменальное везение, либо какая-то, ну, очень крутая, очень мощная, ключевая компетенция, то есть... Или какая-то идея сумасшедшая. Идея плюс компетенция, ну, там, да, то есть я, насколько помню, у тебя были в эфире ребята из бизнес-молодости или какое-то время назад. Да-да-да. Вот, мельком слушал прогноз. Целый букет этих ребят, он через нас прошел, да. Ну вот, это, то есть в той компании, насколько я знаю, есть, ну, некоторые ребята, которые, ну, сразу сделали бизнес, до этого, ну, особо нигде на кого-то не работали, то есть они сразу исключили вот этот вот этап, при этом были фрилансерами, потом сделали большой, крупный бизнес. Можно и так. Вот, но это не всем, мне кажется, дано, и по-хорошему, то есть если вот двигаться таким честным, нормальным путем, исходить из того, что прибыль – это плата за риски, по-хорошему, нужно, на мой взгляд, через все эти этапы пройти. Что ты, собственно, и сделал. Что я и делаю до сих пор. Вот, то есть я сейчас нахожусь где-то на третьем этапе и к четвертому еще даже вот пока что не приближаюсь. Ну, тем не менее, все равно ты совладелец холдинга, да, то есть мы уже можем говорить о том, что ты отвечаешь за собственный бизнес. Тем более BTL-маркетинг, такая специфическая область бизнеса, ты ничем подобным до сих пор не занимался. Почему ты именно эту область выбрал? Или она выбрала тебя? Тут, значит, во-первых, ты очень в точку попал, эта область выбрала меня, вот, и я не могу сказать, что я им не занимался. То есть я, как я рассказывал, вот этот вот путь к предпринимателю, к которому я пришел, он состоял из нескольких очень непростых решений. То есть я постараюсь коротко, вот работая в музыкальной компании, зарабатывая хорошие деньги в магазине, мне предложили перейти в центральный офис работать менеджером на гораздо более низкую зарплату доход. Я согласился и стал директором впоследствии нескольких магазинов в этом холдинге. А почему согласился? Ради опыта? Да, ради опыта. То есть я на первое место поставил опыт, то, чему я научусь, и какое-то, ну вот, нежели деньги. Это было сложно с финансовой точки зрения. Вот, и потом из той же компании, будучи директором двух магазинов и зарабатывая уже хорошие деньги, я ушел на должность младшего помощника и младшего помощника совершенно в другую сферу. И это тоже был такой челлендж, да? Да, это тоже было такое непростое сложное решение. Вызов. Вот, да. И вот в той компании я очень много чем позанимался. И достаточно большое количество времени именно в той компании я уделил трейд-маркетинговым экспериментам. То есть, ну, руководство компании дало мне возможность этим заниматься. Вот, это принесло им хороший, очень монетизированный результат. Вот, и организовывая компании, я уже имел, ну, достаточно серьезные наработки. Вот, и более того, там, вот коллеги бывшие, которые согласились работать с нашей компанией, знали лично меня, знали, что я в этом вопросе разбираюсь, и что, ну, все у них будет хорошо. Причем дешевле, чем сейчас это на рынке, как правило. Вот, как-то так. Но, тем не менее, все равно от, там, не знаю, работы, пусть даже на высоких менеджерских постах до собственного бизнеса существует некое расстояние, а не сказать пропасть. Это большая ответственность, опять же, скорее всего, с понижением дохода, да, и с увеличением бессонных ночей. Я бы так сказал, иногда с отсутствием дохода. С отсутствием дохода, да. Что тебя все-таки сподвигло именно открыть компанию, которая будет заниматься вот такими маркетинговыми технологиями? Ну, в общем, как я уже, ну, так мельком объяснил, мне очень нравится, ну, какая-то постоянная движуха, чтобы вокруг все время что-то происходило. Вот, и стресс мне нравится, то есть, какой-то я от него... Вот, вот, кандидат мастера спорта по легкой атлетике, вот он где. Да, наверное, не хватает того, что раньше было там на каких-то соревнованиях, в процессе тренировок и так далее. Я сейчас пытаюсь заниматься тоже спортом, но так же уже, как раньше, не получается по каким-то причинам, мне непонятно. Ну, так вот, то есть, мне вот этой движухи не хватало, и даже вот находясь в той крупной компании, я, ну, сначала договорился с владельцами компании о том, что я не буду получать зарплату, буду получать только там доход от принесенной прибыли. Получил какое-то определенное количество свободного времени, попытался сделать некоторое количество проектов, про которые я тебе рассказывал, там, от автосервиса, там, каких-то интернет-магазинов. Вот, и тут у меня получился первый удачный проект, вот, который там не связан с компанией Activity Aromaca Group, вот, и который работает по сей день в небольшом размере, у меня уже там нету сил и желания им заниматься, вот, но это первый удачный проект. А он зараза всё работает. Да, но он немного работает, он так, совсем небольшую какую-то прибыль генерирует, чуть-чуть, ну, в небольших оборотах, объёмах работает, но тем не менее, как факт, он есть. Вот этот вот проект, он, ну, заставил меня поверить в себя и понять, что я точно могу. Вот, и после этого я принял самое непростое решение, вот, уйти из компании и сосредоточиться только на своём бизнесе, своих проектах. За два года вы, ты говоришь о том, что каждый год вы прирастаете в разы и... На порядок в 10 раз пока что. Да, в 10 раз, и на следующий год в планах стоит прирост в 20 раз. Как ты себе представляешь вот этот прирост? Вам нужно будет расширять компанию или вам нужно будет увеличить количество клиентов? Вы меняете сферу приложения ваших талантов? Или, может быть, вы ещё какие-то инновационные методы маркетинга собираетесь внедрять? По поводу инновационных методов маркетинга, да, разумеется, мы их собираемся внедрять. Сейчас, ну, в принципе, пошёл такой тренд, что всё общество наше современное очень серьёзно компьютеризировано. Вот, и мы пользуемся... Да, и вообще мы, хочется сказать, вообще мы уже достаточно искушённые потребители, нас на Мики не проведёшь. Совершенно верно. Вот, мы, ну, используем огромное количество, там, приложений в наших смартфонах, вот, которые, в принципе, у нас собирают всю информацию, где мы находимся, что мы любим, что нам нравится, что не нравится. Вот, и у нас на следующий год есть разработка. Мы хотим объединить несколько, ну, вполне себе известных по функционалу приложений, создать некое своё, большое и крупное. Я подробностей пока рассказывать не буду. Хочу это, да, чтобы всё и сразу получилось. Вот, причём сделать это с таким элементом геймификации, вот, то есть, ну, чтобы это было красиво. Вот у нас уже написан подробный план, мы уже приступили к разработке. И в следующем году, я думаю, что это, ну, очень серьёзно перевернёт, не буду говорить громко, рынок, но, а может быть, и рынок целиком. Вот, но уклад нашей компании точно. В прошлом году ты получил MBA. Зачем тебе понадобилось идти учиться в Академию... В Академию народного хозяйства. Народного хозяйства, да, и получать, ну, дополнительное бизнес-образование? Ну, оно не дополнительное, это, на самом деле, было первое серьёзное в моей жизни бизнес-образование, не считая каких-то других прослушанных тренингов. Я поговорил со своими друзьями, коллегами, они мне сказали, что нужно. Вот, я выбрал там наилучший вариант, как мне показалось, бизнес-школы, и пошёл туда, о чём, собственно, ни разу не пожалел. А что это, что там тебе такого рассказали, ну, чего ты ещё о бизнесе не знал? Я не могу сказать, что там рассказали чего-то, чего я не знаю о бизнесе. То есть, в принципе, на мой взгляд, задача бизнес-школы – это, ну, так немножко сломать черепную коробку людям, которые туда пришли, и заставить их мыслить шире. То есть, ну, увеличить кругозор. Вот, ну, и дополнительно очень хорошим бонусом к этому идут какие-то связи и знакомства, которые приобретаются тоже в процессе обучения. Вот, в принципе, вот этот вот самый MBA, он, наверное, не всем из моих однокурсников принёс пользу. Там были люди, у которых уже, ну, совсем всё в жизни удалось, вот, и которым, в принципе, он не нужен был, у которых уже, ну, достаточно был широкий кругозор. Вот, были… Но, тем не менее, правильная тусовка, новые знакомства – это тоже полезно. Да, ну, кстати, не все из этих людей доучились. Кто-то там понял, что это не их, и ушли в процессе. Вот, да, но в целом это был совершенно замечательный период, и он мне очень много дал. Кстати, свою компанию я именно в процессе обучения там и создал. Спасибо огромное, Алексей Батылин, владельц холдинга «Активити Аромака Групп», коммерческий директор компании «Активити» был сегодня с нами вдоль. Удачного дня!